Понятие «девиантное поведение» в психологической науке появилось в начале прошлого столетия и означало, как следует вести себя в той или иной ситуации. Позже было принято считать нежелание развиваться, работать над собой и приносить пользу тем, кто находится рядом. И, как показывает практика, подобное поведение наблюдается в подростковом возрасте. Именно для того, чтобы помочь понять себя и услышать окружающих, была разработана специальная программа. Программа направлена на понимание ребятами своих эмоций, чувств, переживаний, на контроль этих эмоций и своего поведения, на понимание последствий противоправного поведения. И огромный плюс этой программы является в том, что благодаря тренинговым занятиям ребята получают возможность сделать самостоятельные выводы и простроить свою стратегию дальнейшего поведения, а не слепо следовать нашим инструкциям. Человек, который имеет в жизни какие-то определенные цели, он имеет принципы, он никогда не склонится перед тем человеком, который живет без принципов и без целей. И повлиять на него практически невозможно. Зато вот человек, который принципиальный, который знает, чего в жизни хочет, может оказать влияние на человека, делающего все как все. Как отмечают специалисты, девиантное поведение всегда характеризуется чрезмерной обидчивостью, родимостью, повышенной агрессивностью. Любые типы подобного поведения чрезвычайно разрушительно действуют на подростка. Ребенок постепенно начинает деградировать, теряя связь с близкими. Именно в этот период ему как никогда нужна поддержка родителей. Для родителей эта программа дает огромный плюс в том, что позволяет больше понять основы противоречивого поведения подростков, помогает выработать адекватную реакцию на протестное поведение подростков и выстроить более гармоничные отношения со своими детьми. Какие именно проблемы волнуют подростков сейчас, в данный момент? Одной из основных проблем в подростковом возрасте является предъявление себя в коллективе. То есть место, роль, кто я, для чего я, уважают ли меня, и как можно повысить свой авторитет, за счет чего. И тут как раз очень важна мудрая подсказка, как можно это сделать, не прибегая к негативным факторам поведения, допустим, курение, алкоголь, ну и прочие девиантные формы поведения. Как сообщила директор центра, после посещения подобного рода занятий, классные руководители отмечают, что дети становятся более внимательными, прислушиваются к замечаниям и свободно выражают свое мнение, приводя убедительные аргументы. Как Вы считаете, что не хватает нашим подросткам сейчас? Общение со значимыми взрослыми. Как правило, это родители. Поэтому нужно найти в ближайшем окружении человека, который может эту пустоту заполнить. Какой совет дадите родителям? Отложить все дела, телефоны. И каждый вечер разговаривать с ребенком, хоть о чем. Не важно, тема не важна, о том, что было днем, о том, что нравится, вкусно ли ужин. Ну, просто быть рядом – это самое главное. Доверительное отношение взрослого и ребенка – это основа, которая даст верный старт в будущем. Екатерина Четверикова, Анна Маркина, Юрий Друзякин, Азов.Инфо.